Ну вот, а ты знаешь, что позавчера было Рождество? Да, знаю. Знаешь. А ты знаешь, что у нас такая книга есть? Она называется как? Не знаю, Библия. Библия. У вас дома такая есть книга? Нету. Нету, но она книга из двух частей, Ветхий Новый Завет. Вы можете хотя бы Новый Завет купить, чтобы было Евангелие. Если ты его не считаешь, ты его не знаешь. А не зная, ты нарушаешь. А нарушая погибаешь. Так Иоанн Златоуст говорит. Обязательно надо. Вот у нас идут занятия здесь. Вот если ты разбираешься тут в технике, то по скайпу, скайп, знаешь, такая система? Да. Вот, в скайпе заряди два слова, Игнатий Лапкин, и ты сразу на меня выйдешь. Я скину все данные наших ресурсов. У нас большой на Ютубе канал. Большой канал. Ему равных нету. 19 тысяч роликов наших только. Просмотров 45 миллионов. А сколько подписчиков? 44 с половиной тысячи. Вам было бы очень интересно это узнать. Там у нас какие путешествия были, как мы деревню православную строим, храм построили, школу. У нас все верующие. Брат у меня священник. Мы для Бога все делаем. Я начальником детского лагеря был 45 лет. Да еще три в ином варианте. Передо мной тысячи детей прошли. У нас лагерь был такой, один на всю страну. Вставали в пять утра. Каждое воскресенье катание на лодках, на лошади. Собирали ягоды, работаем, купаются раз в шесть в день. И нынешний лагерь, не лагерь, а уже в домах мы будем. Так что, если родители пожелают, могут созвониться по скайпу. Я путевку могу выписать. У нас очень интересно. Это Алтайский край. Знаешь, где он? Где? Ну, где? Город Новосибирск. Слышал такой? Да, слышал. Да, это южнее. К югу. Тебя как звать-то? Меня Женя. Как? Женя. Женя? Да. Так, минутку. Вот я сейчас посмотрю, вот это календарь наш церковный-то. Может быть, я ошибся, как переводится на русский язык, и чтобы ты жил достойно этого имени, потому что Евгений. Тихий. Так. Подожди-ка, мне тут глаза сливаются. Сейчас я возьму вот это вот стекло. Евгений. Так. Евграф. Постой, это еще же, Евгений. А вот оно. Запомни, греческое слово «благородный». Ты не простой человек должен быть, а благородный. То есть, какой-то у тебя князь там, или граф, или барон отец был. Как бы дали-то имя, значение имени. Поэтому ты никогда не кури, с дурными-то мальчишками не сняйся, никому в дом не заходи. Многие потерялись, ни в всю машину не садись. Уходишь, когда перекрестись, к отцу, к матери подойди и скажи «благословите, я пошел». И потучился, и скорее домой. Не водись с дурными людьми дружбу. Иначе ты погубишь себя, и после смерти душа в ад пойдет в мущество. Родители береги, они один раз даются. Никак не огорчай их. Хорошие отметки, чтобы у тебя были. В храм ходи, на исповедь. У тебя жизнь такая будет целенаправленная. Ты для Бога живешь. Хорошо, когда молодой, ты еще не порченный. С тобой самоточенно заниматься надо. Ты, Женя, запомнишь, что я тебе говорю? Ты благородный, переводится. Благородный – это значит, что с всякими нехорошими людьми он человек не знает. Он себя бережет. Вот так. Меня зовут Игнатий Лапкин. Игнатий означает «неведомый», «незнакомый», а по-латынски «огненный». Видишь, у меня отец Тихон был, а Тихон означает «приносящий счастье». Вот как. Наши имена все записаны в святцах, в календарях. У тебя, может, какие-то вопросы есть свои? Можешь задать? Нет, у меня вопросов. Ничего нет, да? Вот по скайпу, если найдешь, Игнатий Лапкин, два слова запомни. А если «Во свете Библии», то и канал наш откроется. Там я отвечаю на… А как оно? Как оно называется? «Во свете Библии». Вот Библия, от нее свет идет. «Во свете Библии». Где-то запиши себе. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал в Ютубе. Ну, я уже сейчас просто в Ютуб зайду и так напишу. Там что? В Ютуб зайду и напишу. А ну-ка, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Открывается? Сейчас. Напечатай, не пожалеешь. Это сокровище там. Я полвека материал собирал. «Во свете Библии». Да, все, нашел. Открылась? Да, открылась. Вот. Ты как-то себе запиши. А по скайпу беседовать? Конечно, мне бы желательно было, чтобы ты был со старшими. Потому что ты несовершеннолетний. Скажет, а кто тебе что-то плохому научит? Я плохому не научу, но они подумать могут. Уже нехорошо. А мы с тобой будем виноваты. Убийцы своих родителей. Чтобы они, как вспомнят о тебе, так улыбнулись. Какой у нас сын хороший вырос. Почему? Потому что ангел-хранитель тебя хранил. Не сам по себе. К двери подходишь утром, перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его. Отрекаюсь. И все. Открывай дверь. Господи, благослови. Никого не бойся. Пустые разговоры не веди. Кто-то будет ругать учителю, а ты не подходи к ним этим. Отойди в стороночку. И все. Учителя стараются. Они тоже теряют здоровье там с вами. Потому что хулиганье много. Ну, все тогда, женя. С Богом. Находи там Игнатий Лапкин во свете Библии. И Господь да благословит тебя. И родителей твоих, и всех. Живите с Богом. До свидания. Давайте. Мы пришли сюда, в это место разврата. Рассказать о Боге. Тут что попало делают люди. Сказать, что за все это будет суд Божий. Что три-два дня назад было Рождество Христово. Мы христиане. Христос вышел на проповедь. И был он распят. Его прибили. И потом он в третий день воскрес. И дарует всем, кто кается перед ним, жизнь вечную. После смерти человек не превращается только в корм червям. Он идет или в рай, или в ад. А ад – это огонь генский. Матершинники, сквернословы, блудники, убийцы, пьяницы – все будут там гореть в огне. И поэтому надо у Бога выпросить прощения. Он умер за нас. И жить для Бога. Жить в радости всегда. Вот у нас большой есть YouTube канал. Можете зайти. Ему равных нету в интернете. А сколько подписчиков? Подписчиков-то немного. 44,5 тысячи. А общий просмотр – 45 миллионов. У нас своих роликов 19 тысяч своих. Нигде в интернете больше этого нету. Потому что мы делаем, мы деревню православную строим. Я на щеле детского лагеря почти 50 лет. И мы все это выставляем. Была миссионерская поездка. Вот я вел занятия одновременно в пяти университетах. Вам все будет интересно? Как мы в лагере дети, как? Каждое воскресенье на лодках катаются, на лошади. В середине недели собираем ягоды. По шесть раз в день купаются. И никто никого не обижает. У нас очень строгая дисциплина. Встаем рано. Ребята там и спортивные игры, соревнования. Все устраиваем. Питание особое. Мы деревня. Свое молоко. Сливки, мясо. Все свое. Понятно. Вот если будет желание, зайти на наш ютуб. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Во свете Библии как там? Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот по скайпу вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. А там я могу скинуть другие ресурсы. У меня mail.ru. Там 24 тысячи наших фотографий только. Как мы строим, какие путешествия, работаем. В церковь у нас в храме. Какой порядок. Вам будет интересно. Какие у нас девочки. Там таких красавиц нигде не найдешь. Как они одеты. Какие у них два платка. Как хиджаб. Платье до полу. Вот так. Мы на вас подпишемся. Пожалуйста. Если у вас будут вопросы по скайпу. Скайп. Тогда просто зайдите и скажите. Мы встречались здесь-то. Я могу вам сказать. Как ваши имена переводятся. Как звать вас? Максим. Кирилл. Максим означает. Ты все должен делать по максимуму. Выше тебя, чтобы никто не сделал. Ты лучше всех все делаешь. Другой как? Кирилл. Кирилл. Кирилл означает солнце. Солнце. С персидского языка. Солнце. То есть ты должен других обогревать. Помогать. Через дорогу. А я читал в интернете, что там владыка, хозяин написано еще. Так. Я ничего не понял. Так быстро говорил. Повтори-ка потихоньку. Не знаю. Кирилл означает, что это владыка, хозяин. Это там, которые пишут. Это церковное имя-то. Я же говорю не сам по себе. А смотри сюда. Глянь. У меня какая в руках-то. Календарь церковный. Видишь? Нет? Посмотри. А вот теперь смотри. Вот здесь вот наши руководители, архиереи. Тут имена. Вот они рядом. Ну так что они у нас должны спрашивать. Они и мы у них. Потому что церковь-то уже 2000 лет. Это церковные имена. Тут дело серьезное. Мы спорить не будем. Но мы скажем. Ну пускай это как они думают. У церкви тут много и профессоров и академиков. Знающих иностранные языки. Понятно. Ну что, ребята, вопросов нет? Тогда прощаемся. Ладно. До свидания. Я могу вам только наказ один дать. Маленький такой. Чтобы вы сохранили себя. Никогда, ни в какую машину, ни с кем не садитесь. И когда идете, ни к кому товарищам в дом не заходите. Мальчики теряются. Их размонтируют на органы и в Китай продают. Вы берегите себя. И по одному не ходите. А пойдешь, когда... Подойди к родителям. Мы как-то называем там папа или тяда. Благословите. Подойди к двери перекрестись и скажи. Отрекаюсь сатаны. И никого не бойся. Вы должны расти сильными, смелыми. Но с плохими людьми не знайся. Они как заразные. Не кури, не матерись. Никогда. И Господь да благословит вас. Мы не случайно встретились. С Богом. Твори молитву и будешь знать. А что ты сразу-то на храпом берешь? Я не знаю. Как не знаешь-то? Это самая главная книга об этом вещает. Весь мир знает. 2 миллиарда 200 миллионов сегодня верят. Как не спрашивать, когда у тебя имя есть, оно христианское. Два недели назад Рождество Христово. 2020 год от Рождества Христово. Я не знаю. А живешь ты в Христианском море? Как тебя звать-то? Валентин. Валентин означает сильный. Это латинское имя. Оно не где-то записано, а в нашем календаре церковном. И ты будь сильный. Себя смиряй. Я сейчас с молодыми разговаривал. Никому в дом не заходите, в чужую машину не садитесь. Многих воруют. Их в Китай на органы отправляют. В ящиках льдом обкладывают. И сейчас поймали. Он показывает по интернету. Страшно смотреть. Матери рыдают. Своих детей нашли. Но они мертвые, конечно. А их спрашивают. Их пинают, бьют там китайцы. А куда вы деваете потом? Как куда? Съедаем и все. Да неужели так? Ужас какой-то. У нас большой ютубе канал. Канал ютубе. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Большой. У нас 19 тысяч роликов наших. Во свете. Запиши. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Если по скайпу зайдете. Игнатий Лапкин. Я один с этим именем. Вы сразу на меня выйдете. Там можно побеседовать. Мы строим православную деревню. У нас никто не курит, не пьет, не матерится, не ворует. У нас нет ни абортов, ни разводов. Мы это все показываем на деле. Мы работаем. Вот тебе рассказать допустим. Не будет браков, не будет разводов. Да, да. У нас вот только недавно повенчали. Он закончил университет. Ну и как одеты. Это у нас они платки, два платка, как хиджаби, как по русскому национальному обычаю. Там приятно посмотреть. И молодежь все с бородами. У нас работников. Других не нанимают, сами работают. Мы деревню строим православную. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня. Люди-твари, честно говоря. Ну вот вы когда зайдете, вы увидите тогда и скажете у него. Люди спрашивают. Вот вы опять дымить будете. Не надо это. Это хочешь, не хочешь, 12 лет жизни у тебя отнимет это. А ты, Валентин, ты сильный, ты победи. Брось эту гадость. В рот не бери. Ну, возможно, это меня как-нибудь убьет. Но я не вижу смысла жить больше 40 лет. Ну, не надо, не надо. Старый уже тебе много панели. Не надо. Не надо. Я вот смотри на меня. 81 год. 81 год. А я прошел за слово Божье пять тюрем и лагерь смерти. Я ни одной таблетки еще не съел. У меня две голубятни. Я туда-сюда лажу на велосипеде гоняю. Почему? Я с Богом. Вот у меня вышло из печати 38 томов. И Бог положил на сердце подарить книги библиотеке мира. Я в Барнауле. Мы прошли до Владивостока, а потом груз забросили границы до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция, 650 городов. И подарили библиотеке на 35 миллионов рублей книг. Знаете, как это здорово. Вот я начальник детского лагеря, 48 лет. Тысячи детей без помощи государства. Не Путин виноват. Мы сами виноваты. Мы должны молиться о всех. Я вот задаю один вопрос. Скажите, я говорю, у нас в Российской Федерации за время перестройки абортов сделано 120 миллионов. Государство внутри утробы и вагины женской погибло. Менделеев Дмитрий Иванович писал, если бы большевики не победили, нам сейчас пишут, в 17-м году, нас бы было русских сегодня 650 миллионов, а нас даже 150 нету. Полмиллиарда змей сожрал.